Всем доброго, тыхого, мырного дня! Рада вас видать на своем канале. Трясиночки, сегодня будет такое болтательное видео, видео-болталка, я знаю, что вам это нравится. Ну и такая рубрика на моем канале сейчас проходит как ответы на ваши комментарии. В течение недели какие-то интересные, либо там, где надо более, скажем так, развернутый ответ, я всегда оставляю на закусочку. С понедельника по пятницу мы с вами в основном работаем над новой версией себя. И напоминаю, осталось у меня два свободных места в моем марафоне с сопровождением. Если вы хотите стать участником марафона с сопровождением, пишите в комментариях «Хочу марафон». Я сброшу вам ссылочку на свой контакт. И мы уже завтра отправляемся к новой версии себя. В марафоне вы получите план питания, мою поддержку и волшебный пендель. Девчат, во-первых, смотрите, какая красота. Да, вы только посмотрите, девочки, кто смотрит мои видео каждый день, те вспомнят, я рассказывала, что вот девочки должны, набубенились уже цветочки, они уже вышли. Поэтому бросила цвет моя фиала, ой, моя орхидея. Вот еще две стоят, набубениваются. Ну, пока еще там ничего нету, но очень надеюсь, что будет. Девчат, давайте несколько комментариев сейчас с вами, давайте с вами посмотрим. Зачитаю точнее. Сегодня, кстати, день рождения моему мужу, поэтому... Поэтому поздравила его. Сейчас и не то настроение, да, чтобы как-то праздновать. Да, будем сегодня праздновать. Это так, знаете, можно сказать, праздновать. Наши друзья-волонтеры пойдем сегодня до Афтивки, до Помоги. Я не знаю, возможно, какая-то пицца будет, ну, что-нибудь вот в таком плане. Обычно мое день рождения в мирное время мужа мы праздновали на берегу какого-нибудь моря, океана. Вы знаете, что он путешественница. Я очень люблю путешествовать. Это мне сейчас помогает жить. Мысли о том, что скоро мои мечты осуществятся. Поэтому поздравила мужа. Все, как всегда, утром, да. Традиционный тортик заказала. Кстати, девочки, тортик, когда заказывала, попросила под себя сделать. Это такой бета-торт. Бета-торт называется. Попросила, чтобы был не сильно сладкий. Мне даже, даже мастер сказала, что я вам, хотите, я вам добавлю вместо сахара-сахара заменить. Я говорю, конечно, только мужу мы об этом не скажем. Ну, попробовала, девочки, вкусно, не приторно, не сладкий. Он такой слегка, не приторно-сладкий, вот так бы я сказала. Он вообще ничего не заметил. Поэтому сегодня утром к чаю съела кусочек торта. И в этом, почему я это проговорила? Потому что в этом нет ничего страшного. Если вы во время снижения веса иногда себе позволяете какие-то отхождения, мы же не роботы, мы не можем постоянно. Вот у нас, я скажу с полной ответственностью, нету людей, у которых прям чистое питание. Знаю очень много из своего окружения девчонок, кто находится на чистом питании, а потом срываются. То есть вот эта формула, которая присутствует у меня, 80 на 20, она работает на 100%. 80% это чистое питание, 20% это вот такой, скажем, небольшой трешачок, который я себе не позволяю каждый день. Если у меня раньше формула была наоборот, 80% это неправильного питания, и 20% я вот эти порывы мои улучшать свое здоровье. То есть сейчас эта формула поменялась местами, все, сегодня торт, не знаю, что там может быть сегодня вечером, и съем кусочек пиццы. Завтра опять, моя любимая вся на блин. Завтра, кстати, хотела с вами поделиться там одним рецептиком. Думаю, что как раз завтра, а на завтра вам его и запишу. Но дождитесь, я же еще та интриганка. Так, девчат, ну что, сделала скрины, чтобы там не бегать, не искать, как говорится, по комментариям. Подвожу итоги, кстати, марафона, который сегодня подошел к концу, и завтра начинается следующий. Девчонки, есть кто переходит из марафона в марафон? Смотрите, я частенько смотрю вас и вдохновляюсь. Начать здоровый образ жизни не хватает сил и воли. Сейчас еда одно из самых быстрых удовольствий. Вы дарите людям жизненный опыт, который вам стоил больших усилий. Спасибо, что дарите людям надежду и маленькую частицу своего жизнелюбия. Я хочу сказать, знаете, почему я этот комментарий заскринила, чтобы прочитать? Частенько смотрю и вдохновляюсь. Девчат, это круто, это на самом деле круто. Смотрите, вдохновляйтесь. Я практически в каждом своем видео несу мотивацию, что это возможно и это реально. И очень важно, вы пишете о том, что не хватает силы воли. Вот сила воли необходима для того, чтобы принять решение, смотреть, вдохновляться и принять решение. Дальше на силе воли не работает. Ну, будет работать какой-то период времени, может быть, какой-то месяц. Будет сила воли. Если вы не будете менять свое питание, если вы не будете менять отношение к продуктам, результата не будет. Очень важно для себя понять, что это не диета. Очень часто мне в комментариях пишут, Лена, а как ты похудела, на какой диете? Девчонки, забудьте это слово. Если будете говорить диета, визуализировать, что это диета. Сегодня я или две недели, если брать мои марафоны, я побуду на этой диете, а потом держите меня семеро и дальше буду есть так, как я ела раньше, так не будет. Если вы готовы менять себя, почему марафоны мои называются новая версия себя? Мы меняем себя. Самое сложное поменять себя. Но как только вы постепенно перейдете на правильно сбалансированное питание, сила воли не понадобится. Организм будет получать все необходимые микро-макро-нутриенты, вы будете просто спокойно идти по этому пути. И в процессе снижения веса очень важно менять свое отношение к продуктам. Выбирать уже более качественные и более полезные для вашего организма. Девчат, все работает. Вот просто вздумайтесь в мои слова. Все на самом деле легко и просто. И еще что хотела сказать, что дарите свой жизненный опыт, который стоил вам больших усилий. Да, я хочу сказать, что вот это осознание того, что это уже на всю жизнь. То есть другого у меня пути назад нет. И вот я зачитаю по этому поводу один комментарий одной из своих участниц марафона. Вот сейчас, одну секундочку. Я не хотела его зачитывать, не думала точнее. Не планировала, но чуть-чуть позже зачитаю. Дальше, поехали. Люба Олена, дякую за вашу працю. Это не только информация, но и моральная поддержка. Гури, важно обмеживать вечерю. Не все, что едят, есть семья. Но это один прием ежи, когда все вместе вместе вместе. И если родина не харчуется безвуглеводно в вечері, то мне тяжело стриматься. Тогда я взагалі не седаю їсти разом з ними. Но это не социально, но это как-то аморально, можно так сказать. Бо родинное спілкувание за столом також важливо. Мне интересно, что я себе отмывку напомнила, или в других есть схожий опыт. Дякую за здолуїть. Девчонки, что можно, вы написали, что это отговорка. Это 100% отговорка. Девчат, можно же приготовить ту же еду, которую вы готовите своим близким, но намного полезнее не выжаривать, не зажаривать, не добавлять большое количество масла. Вплоть до того, что приготовьте семье отдельно и себе отдельно. Но это называется забота о себе. Вы позаботитесь о себе, и когда ваша семья увидит, что это вкусно, когда они попробуют, сколько девчонок в моих марафонах, пройдя марафон, и говорят, Лена, я сейчас готовлю что себе, то и семье. И мои говорят, мама, ну ты даёшь, мать, так худеть мы не против. Но при этом семья не стройнеет, а просто так же улучшает здоровье. Поэтому то, что вы собираетесь за родынным колом в кругу семьи, это очень круто. Это очень круто. И важно же не сесть и наесться. Это общение. Вот вы пишете, это спилкувание. Это общение между членами семьи. И не переводите это в культ еды. Мы очень часто переводим это всё в культ еды. Да, окей, вы сели, вы поели, но вы можете себе так же приготовить максимально полезно, если вы заинтересованы в снижении веса. И этого не надо стесняться, этого не надо бояться. Девочки, это и называется любовь к себе. Поэтому вот задумайтесь. Это, скорее всего, отмазки. Ну, готовите вы своей семье, там, я не знаю, ну, я не знаю, что вы там, чего вы много углеводного готовите. Не ешьте это углеводное. Возьмите белковую часть. Да, я уверена, что вы ласуете, смакуете разом с родиною и мясо, и рыбку. Приготовьте её максимально правильно. Возьмите себе хорошую такую порцию зелени, порцию салата. Всё. Девчат, вот здесь необходимо менять свою зузуленьку. Тут без этого просто никак. Поехали дальше. Леночка, доброго дня. Скучила, була в відпусте. Три внучки, село, работа на городе, млинцы, вареники, пирожки, шашлыки. Але я зусім справилась. Ось, чому я взяла оці два коментаря разом. Вага, вагів не було, але приїхала і по аля 89 кг, а було 118. І ура! І це січня месяця. З января місяця состава 17 кг, сейчас 89 кг. На мене бачу, дивляться з опаскою. Я їм непривична і собі теж. Я задоволена. Мій вибір – залишитись у тій вазі, но ще, і ще хочу мінус два. Буду слухати тебе, і щоб цю вагу утримати. Дякую ще раз, я з тобою. Оксана, тут написано Оксана Ковальчук, мені видно, що це написала Оксана Ковальчук. Супер, супер, дівчатка. Змінюйте своє відношення до продуктів. Немає в цьому нічого складного. Треба попрацювати над собою, дати собі чітке розуміння, чи ви хочете покращувати здоров'я, чи ви цього не хочете. Так, ну що, що-то я ще хотіла. А, ще хотіла напомнить, що сьогодні состоїться ефір. Сьогодні воскресенье, 14 іюля. Ефір буде не в 20.00 по київському вирені, а в 19.00. Тому приходите, якщо хочете пообщатися, замотивуватися, обов'язково приходите на мої ефіри. Такі ефіри я провожу кожну середу і кожне воскресенье. Сьогодні просто здвінула німножко, повторюсь, сьогодні йдемо на автівку допомоги. Чоловіка будуть вітати волонтери з Днем народження. Тому, дівчата, розумієте, що родинні справи набагато важливіше, ніж Ютуб. І для мене це дуже-дуже важливо. Все, на этом я заканчуваю. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного вечора. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную.